ясно вы откуда-то с германии с фрг или с гдр западная а правда что на территории бывший гдр не особенно что-то изменилось много что изменилось много ну просто разговаривал с человеком я вот разговаривал человеком как скажем моего возраста он говорит да блин в принципе объединил да объединили все были рады все прыгали но говорит в реальности принципе очень четко чувствуется вот территория гдр и территория фрг разница большая а в этом смысле что-то изменилось просто говорите изменилось изменилось в каком смысле на улице красивее стало не ну все же как бы думали что когда объединяться то вот это вот все богатство с фрг тупо сразу же перекочу иду гдр и гдр и фрг станут сплошным фрг а на самом деле получилось и получилось насколько не получилось или получилось это трудно сказать но что на восстановление восточной германии много денег ушло и много чего там построили но вопрос в том что люди безработные остались многие инфраструктура есть там завода вот этого всего не так много то есть заводы которые были в гдр они не превратились в дачельные предприятия того же мерседеса они просто закрылись правильно нет они превратились в дочернее предприятие потом закрылись ну вот ну да я не так я понимаю я я жил при развале ссср помню как тоже якобы какая-то компания покупала другую а потом она оказывается это покупала просто ради того чтобы закрыть до но здесь сделали как опять же от фирмы однодневки большое количество ну да фирмы эти вот как раз таки финансировались или там бас или сименс можно еще вопрос разговаривать с другим человеком который фрг живет ну примерно как вы и он мне говорит самое интересное как он не говорит что жители которые конкретно немцы немцы на самом деле очень недовольны тем что присоединилась гдр ведь все грит поначалу об этом мечтали и думали но как результат на сегодняшний день они горят блин получилось мы раньше жили гораздо но богаче и спокойнее так дальше так и дальше а это объединение привело к тому что наше так скажем богатство было растянуто и теперь в общем так как бы все гораздо хуже правда нет но они не то чтобы гораздо хуже было я не заметил это ну как я в 97 году приехал то есть уже был уже соединение было то есть я не был то соединение это нужно они первое это нужно чтобы до соединения чтобы после экономической ситуации опять же экономической ситуации в германии до 80-х годов это был бум то есть германия была в плюсе в большом там развитие сильно шло 80-х года было было резкое падение вот то есть 90 да то есть 90 немножко начали восстанавливать что-то тут еще восточная германия пришла вот там надо было восстанавливать но опять же денег уже меньше сейчас германия как бы вам сказать нужно содержать то что есть это уже это уже убыточно то есть в германии есть как городские городская казна есть областная казна есть земельная казна есть государственная казна пони налоги ты живешь городе так вот а часть налогов это городские налоги часть налогов это областные земельные государства приходят вот и очень большое количество городов германии городов и большое количество областей они банкрот они в минусе большом миллиардными а земельная допустим она где-то плюс минус 0 немножко плюсик а государственная казна в плюсе то есть наружу вы видите государством то есть до государства в плюсе классно живут а то что то что города в миллиардных убытках об этом мало кто говорит ну давайте знаем только мы да давайте я сразу вам приоткроюсь это самое я на самом деле живу в америке уже 30 лет поэтому очень больше 30 лет и поэтому про то что вы мне говорите прекрасно понимаю вот ну чуть другое но тем не менее и информацию мне конечно вот от тех же там вернее скажем от немцев да это в основном не потому что там я с телевизора увидел просто я живу в лас-вегасе ко мне вот часто приезжал допустим человек с германии не один да вот мы встречались так дальше так дальше поэтому вот такие вопросики то и задаю не просто так это вот а вот на сегодняшний день вот с этой всей ситуации взорвали эти самые значит газовые трубы ну понятно что сами взорвались тому подобное еще чем от этого германии явно стало хуже или пофигу не ну давайте не будем сейчас очень намного хуже и намного хуже это сказывается в чем допустим знакомые дальнобойщики когда тебе дальнобойщик говорит что где-то треть больше больше трети про компаний которые они возили продукты закрылись тут были на поле появились вот когда больно когда больше третьей компании которые которые они которые они возили продукты за продукцию закрылись уже о чем-то то есть мне не нужно послушать это по телевизору я это вижу я это развод люди которые в этом варятся да вот сейчас ваше настроение то есть автомобили да там две трети от полных мощностей то есть закрывают ночные смены отменяют ночные смены но это и дорого оплатить больше 25 процентов вот и не нужно сейчас у нас верфь очень большая в германии не помню где она стоит как заведут недавно только видео посмотрел случайно новости у у нее забита заказами полностью верфь и она строит корабли но проблема в чем корабль заказывают до постройки и расчеты на этот и платят за него по практически полную цену по заплатили до постройки до того как бомбанули потоки я понял они не могут его достроить потому что денег нету не хватает все подорожало теперь государство помогает игру хорошо государство может они достроят эти корабли а будут ли заказ будут ли следующие заказы потому что следующие корабли будут три четыре раза дороже не пойдет и тот же клиент елка в ту же соседшие штаты америки в италию я не знаю кинай мне все равно другой то есть вы хотите помочь вы отдаете сейчас большие суммы государственных накопления до этой фирме чтобы она понятно хорошо прекрасно что будет будущем то есть она может вообще принципе то сказать не мы закрываемся но даже приезжаем в америку или еще что-то а вопрос овощи в германии особенно фрг где вы живете на это так подшучиваю это самое люди как бы понимают хотя бы но внутри себя что это не украинский заблудившийся пловец который там плавал охотясь на рыбку с каким-то динамитом взорвал это якобы магистраль так скажем я так выражусь да чтобы нас интернет не заблокировал у вас музыка какая-то можно тише сделать хорошо это сразу не музыка спокойная согласие мне тоже нравится я в прошлом диджей потом мне музыка вообще нравится просто сильно перебивает это самое вот как бы есть у в германии осознание что типа а подстава что кто это сделал на самом деле есть все это осознают прекрасно вот просто как о чем можно с этим сделать можем да да свои мысли да толку от этого да но сейчас а медиа толдычит как говорится ту официальную да так скажем весь на украина проблема в чем даже того человек который нашли того человека который был на катере там на яхте это он жил в польше польша как сейчас есть если другая страна европейского союза требует на суд короче разбирательство судебное кого-то человека другая страна должна его выдать тем более это не поляк не польши вот больше игнорировала просто запрос германии просто мы не как-то случайно потеряли да это не дошло до нас удивительно эту ехал на украину да ну наверно воевать я не знаю да 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 а там он якобы исчезнет и погибнет и все будет все как всегда нормально или медальку дадут или еще что-нибудь или потом исчезнет просто исчезнет ну скорее всего да я так и предполагаю думаю потому что знаете такая фигня такого да конечно такого уровня ну так то есть так как бы так все таки сказать и не сказать скажем так такого такого уровня фигня она обычно потом зачищается очень круто и в америке я кстати тоже насмотрелся на такое вы сами знаете и кстати вы когда говорили про германию там ну бум восьмидесятых тому подобное я вот скажу что вот я застал америку в америке это вот эти девяностые особенно начальные вот и четко понимаю что вот когда у них в сентябре там башни типа рухнули сами а вот вернее это дедушка который сидел там в пещере все это сделал это да понятно вону после этого вся америка начала меняться прямо знаете как говорится так вот тык 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 и причем с каждым годом все наклон был сильнее 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 и где-то 2008 2009 году это просто уже была совсем другая страна а за вот эти вот последние четыре года я вообще ничего там не узнаю и серии вообще ну оно если и у нас и наука это вот и лгбт и вот это все и когда пытаются детей там это склонить а мне вообще это всегда закусывает немцы да это ж такая ну нация все таки и тут теперь куда вот как глянешь особенно эти новости я вообще такое говорю а там немцы это вообще есть вот это вот везде этой кучи вот этих вот иммигрантов арабов я помню был когда в европе мне всегда убивала когда в этих вот домиках ну у вас же с нами знаете вот и вот пригородные домики и тому подобное когда утром развозили вот эти все продукты вот это вот вот эти все там хлебобулочные изделия так скажем молоко все это стояло просто у крылечка я еще проходил мимо ну я советский еще тогда человек был куда мне хрена себе блин как это так я шестидесятых вот поэтому я как хохот помню вот это вот там побывал как это же просто чудо какое-то и теперь я думаю что совсем все не так это когда беженцы пришли это уже тоже давно это уже это уже не то когда вот я приехал в германию да то есть у нас допустим стоит фирма продает и чинит да допустим домах и устанавливает канализации он и трубы да вот это все тип отопления продает и вещи тоже да то есть фирма большая в городе ахин вот у нас и у нее вот здание стоит и вот на здание снаружи крюки вот такие вот так почти и крути да и там трубы лежат эти все вот заборчик там ну вот как машин по-русски как вот не колючий а просто заборчик такой прозрачный больше для фикции я понял натянута ниточка я утрирую то есть там никого охране нет ничего нет вот висит пожалуйста бери никто не трогать такой нифига себе думаю тоже цветной металл алюминия это медь там все ну ладно ну хорошо сходил ходил потом когда венгрию и румынию взяли евросоюз через месяц там ничего не висит уже надо было все прятать под замок это на покрали а потом вы хотите вам расскажу буквально случай который вот в этом месяце был с моим другом звоню ему вот а он значит решил быстренько значит сделать маленький ремонтик своем апартменте и выставить его на продажу все зачистил убрал этих тенантов новых квартирантов да то есть все вот типа все это вот чистенько только на продажу ну естественно там не жил а вот и в какой-то момент звонит ему сосед говорит слушать тут вот какая-то фигня какие-то люди что твое ты кого-то заселил он туда мало того что как говорится там самозаселились очень загорелые люди я надеюсь вы понимаете про кого начните прямого слова самозаселились он говорит мы когда туда вошли это самое во первых они не открывали то есть приехала там куча полицейских пришлось выбивать дверь и так дальше так дальше выбили туда самозаселились так значит вот эти загорелые люди да говорит убила говорит другое у них было говорит три чемодана и говорит когда открыли все чемоданы во всех чемоданах было это самое провода в америке электрику делают просто поверьте мне сам занимался электрооборудованием то есть это конкретно медный не плетенка а вот такая медь медь прямо хорошая и это обычно вот все протянуто между резетками тому подобное и в принципе обрезая потом можно это все спокойно вытягивать и выдергивать говорит остались только провода на кухне где они там что-то себе жрать готовили и где телевизор еще но можно было там что-то подключить все остальное уже вытащили то есть посмотрите а я как-то тоже помню годика так полтора назад нарвался но описывал один из апартментов где думаю ни хрена себе кто думаю это сделал думаю неужели банк который забирал этот апартмент настолько вот все тут зачистил что даже провода зачищены были как-то не придал этому значение а вот сейчас вот эта ситуация посмотрите какой абсурд блин это очень до какой степени идиотизм что вот так даже потому что в принципе воровать-то в американских квартирах особо нечего а цветной металл он же пришел это самое как говорится бросил они взвесили деньги тебе дали и пошел вот а ты сейчас воровал даже какой-нибудь если телевизор да его ж надо как-то там через какой-нибудь и бэй продать не продаж через и бэй вот через какой-нибудь крекс лист или еще какую-нибудь фигню там тоже могут какие-нибудь люди появиться до странные то есть это если под заказ только то еще ладно ну там среди своих наркоманов за дешевку то тоже а на этот как говорится на пункт цветных металлов пришел бросил все катализаторы тырят прямо средь бела дня это нормальное явление сейчас причем ладно бы еще просто у людей на дилерских это вообще я не шучу честно это и самое интересное тоже не пойму почему не на не навести порядок почему нельзя все те же эти приемные пункты ну не обязать в том плане что а откуда металл а откуда тем более катализатор катализатор то дорогая штука он принципе стоит штуку или ты украл да да а тут в наглую спиливают причем связи с тем что технология сейчас из этого инструмента сами понимаете колоснючая это раньше надо было там ножовкой что-то пилить там или еще чуть неудобно а сейчас тебе электро корица болгарки на батарейках подлез зим блин нафиг буквально три минуты все в наглую и вот такая вот теперь вот свобода и демократия ну да да мы правильно да свобода и демократия типа а чё это потому что свобода да вот так как бы это неприлично а демократия большинство хочет да нельзя же человек ограничивать его желаниях до потребности к тем более у нас мы брали в лизинг велосипеды электрические у нас как лизинг это джо прад называется то есть от работы у меня получается от можно сейчас алло лен чего хорошо и короче покупали там нужны замки да то есть специальные качества 15 процентом там стоит качество там как и у них там от 1 до 18 лет до 15 там мощь толпы этот не толщина металла и прочность металла все чтобы трудно было спилить как они называются дольше немного дольше но он ее распилить любом случае поэтому у меня джо прад что значит это ладно я плачу не с нет а с brutto за сам яроспи то есть велосипед который стоит допустим 5000 для меня он будет стоить около двух с половиной трех тысяч вот плюс у меня страховка то есть сего украли меня сразу вернут дадут новый тут 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 лучше да в этом смысле хорошо потом причем у меня еще это они обязаны это причем чуть ли не в течение суток сделать это для работы прикольно слушайте а страховки же тоже подняли да вот чину частные страховки страховки постепенно я просто вот офигел последний раз допустим тоже приезжал в лас-вегас им ну какое-то время там был и мне надо было опять оформить страховку на машину я аж просто офигел игру как это так она вдруг выросла почти в два раза но у нас инфляция главное да страховка выросла в два раза подчеркиваю какая еще инфляция инфляция на стране игру как а сколько сейчас инфляция 6 процентов игру ни хрена себе игру как это вы посчитали говорю было ну допустим там 100 долларов стало 200 мне как вы 6 процентов то считаете у нас у нас страховка может подняться или опуститься от зависит от модели машин если вы покупаете модель машины которую очень часто ездят любят любят очень молодежь которые аварийца само собой так это изначально и так называемый рынка это вы когда начинаете и страховать они а две двери спортивка туда все то есть и все это больше 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 да у нас не просто так не просто две двери спортивка нет две двери это может быть мало малоэтражка именно есть 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 еще у них у батура вот есть есть эти как на каждой модель есть статистика сколько в среднем в год у них аварий сколько в среднем год то 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 происходит если увеличивается то есть я купил себе это это опель сафира да это принципе семейная машина там 7 мест на этом два кресла можно вытащить вставить опять пол то есть она в принципе ну на ней никто не газует никто не гоняет но не дай бог на ней начнутся больше аварий или начнут воровать часто вырастет страховка такая же фигня кстати в америке мне больше всего убивает есть допустим там ну для примера там honda civic двухдверная и honda civic четырехдверная просто потому что эти двухдверки но больше любят молодежь да то особенно на двухдверки страховка просто постоянно скачет и постоянно вверх скачет это вот прям со меня поражает но тем не менее у нас кроме этого всего что но это рейтинг как говорится да когда вы покупаете страховку а уже все уже купленная страховка представляете вот просто купленная ты допустим я уезжал я там сказал все я вот ее замораживаю просто приеду потом опять буду платить там пусть им там они допустим на 2-3 месяца замораживают а у нас страховка всего рейт поднялся то есть у нее общий рейт поднялся представляете причем сразу очень катастрофа а я это к чему говорю страховка поднялась продукты поднялись причем тоже опять таки причем серьезно да ну и так дальше бензин поднялся и уже у людей от зарплаты до зарплаты то не хватает ну вот и мне все время подожди секундочку мне все время нравится вот я даже на в офисе у себя смотрю на людей они самые интересные они не могут понять почему вот я все время как бы там иногда дергаю говорю вы понимаете что это вот инфляция что вас обворовали у вас какой-то капитал был скоплен у вас была разграничена вас просто тупо обворовали то же самое как если бы вор залез к вам и забрал у вас деньги у вас не бы нечем было бы платить у вас бы не хватило да потому что половина бабла бы у вас стрелить а теперь у вас стрелили легально а вот нет так странно говоришь такую ерунду какую-то нет это не так игра почему тогда у тебя не хватает ну не знаю наверно на вторую работу а ну все-таки нормально да у нас как это подняли у нас до когда зеленые пришли к власти и готовься 30 процентов на экологию бензин 30 процентов на экологию слушал нас 20 ндс выдают 30 процентов на экологию хорошо там думали 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 давайте еще 7 процентов на углекислый газ а это не экология экологии не связано нет экологии экология то есть не можешь два раза один и тот же налог вести а это на углекислый газ а можем добычу полезных ископаемых на лоб. Ну, да, о чем и нет. Да, а вы не слыхали этот случай, когда у нас, говорю, у нас в Америке, в Орегоне чувака посадили за то, что он собирал дождевую воду. Вот, я не шучу, можете ради прикола в интернете подсчитать. Орегон, это было, ну не знаю, может быть, лет 10 назад, там все-все-все охерели. Он действительно наделал. Так самое интересное, он не преследовал цель, как говорится, воровать государственную воду, которая с неба... Он просто преследовал другую цель. Это, как бы, знаете, вот эти... Знаете, есть люди, которые все такое зеленое ем, все такое натуральное, да. Он просто не хотел пить воду с крана и, как бы, вот это вот с небес вода тому подобное. То есть, он вообще, как бы, на религиозной основе отстаньте от человека. Но это не понравилось соседям, потому что он там понаставил всяких воронок себе всякой этой ерунды воду собирать. А Орегон, он такой, ну, дождливый штат. Вот Вашингтон, Орегон, я просто жил там, знаю. Вот. И вы представляете, кто-то стукнул и, оказывается, да, нашли пункт и статью, его, короче, закрыли. Он, правда, отсидел что-то там недолго, но, тем не менее, оштрафовали, закрыли за то, что он собирает дождевую воду у себя на участке. Во! Нет, в Германии это можно, это, наоборот, скидывается. То есть, если я использую дождевую воду, да, для орошения, допустим, садика, да, там, для смыва унитаза, это рассчитывается. Это считается, у меня больше-менше налогов я буду платить. А как Вы это доказываете? Я бочку собрал. Как Вы доказываете? У Вас какая-то специальная бочка? Нет, там счетчик ставят. А, ну Вы просто меньше используете, как говорится, воду, которая у Вас... Нет, первое я меньше использую, и счетчик второй, который на эту простую воду, да. А, то есть, подождите, у Вас отдельно счетчик на ту воду, которую Вы собираете? Если, если я, если я это буду делать, мне могут поставить счетчик, сказать, что они увидят, сколько я реально потратил, то есть, потому что у нас есть налог на дождь, на дождевую воду, то есть... А, все-таки есть налог на дождевую воду. Нет, его так называю, и вот почему так называю, слив идет обязательно, должен идти в этих, какого, канализацию. Эта канализация идет отдельно от туалетной канализации, от этой, да, то есть, она отдельно идет, это простая вода с неба, то есть, ее не надо чистить. Вот, она должна уйти, отток должен быть, чтобы лужи не образовывалось, вот это все. И вот за эту канализацию мы плотим налог, в принципе. А называется налог на дождь, почему? Ну, что, из-за того, что дождь, вот так я называю. Ну, да, прикольно. Вот, но, опять же, если я эту воду буду использовать в своих нуждах, то канализация я пользуюсь меньше. Мне скидывают этот налог, мне скидывают этот налог, и они смотрят, сколько я использую. Праведливо. Да, то есть, был самый смешной, интересный момент, сейчас это вот у нас ветряки, сейчас у нас солнечные батареи, все это, да. В 60-х годах была здесь монополия на производство электроэнергии у этих фирм, производитель электроэнергии. Мужик, у него свой, как своя ферма, ну, все хозяйство, и у него там речка текла, да, и была у него старая мельница. Он переоборудовал ее, в 60-е годы, на производство электричества. Я, короче, подключил все, а так, в 60-е годы, что-то много электричества надо было, не было такого большого количества электротехники, ему вот так хватало, он не пользовался электричеством государства. 30 тысяч. Штраф. Да. Он подключал, там, копейки платить, да, приходит к нему, как так, и приходили, он такой, да, ну, что, экономлю, да, как могу туда-сюда, вот у нас тут вода, воду холодненькую, да, моемся в холодной воде, туда-сюда, все это, да-да-да, а тут его не было. И мужик такой приходит, слушайте, у вас, говорит, вы, так экономно живете? Жена такая, да, у нас с вами электричество, ух ты, а как вы так это делаете? Ух ты, да, как интересно, а можете показать? Она и все, и вы. Он еще сфотографировал, а туда все, отлично. Фотографировал тогда, в 60-е годы, нет, но он это все увидел, все, короче, полиция, туда-сюда 30 тысяч штраф. Сейчас, пожалуйста, сейчас, а это даже хорошо, потому что не надо электроэнергию от газа, или от гугля использовать, да? Ну, я, кстати, тоже могу сказать, во многих штатах в Америке, если ты перестаешь платить, как говорится, корпорации чего-то, то они могут у вас, ну, как и примерно так же, заштрафовать там. Они все равно скажут, ты не можешь отключиться от электросети, потому что все равно ты за саму сеть должен платить. Поэтому, если совсем взять и отключиться и перейти на электроэнергию, ну, на альтернативу, то рано или поздно вот этот сценарий случится. А вот, то же самое, допустим, сейчас в этом самом, в Америке, допустим, я в Лас-Вегасе живу, ты не имеешь права отказаться, допустим, от вывоза мусора. Пофигу. Даже если ты там совсем не мусоришь или там, кажется, берешь пакетик, там где-то на работе выкидывал. Нифига. Ты обязан все равно платить за этот мусор. Вот обязанный все, Ты платишь налог, а все, а... Не, не налог. Конкретно приходит счет, допустим, какого хрена у меня федеральная обязаловка. Ну, такого не было. Я говорю, вот я, мне иногда, ну, как бы там, как сказать, пытаются укусить, типа, что ты там, что-то, все так, тебе так и не так. Да я такой, почему? Потому что я видел, как было и как стало. Да, я видел, как оно, ну, по-нормальному было и как стало ненормально. Поэтому мне гораздо тяжелее. Поэтому, когда вот эти новые эмигранты приезжают это в ту же Америку, и типа того, что, что ты какую-то ерунду говоришь? Я говорю, да, блин, у меня-то это и закусывает. Вы-то приехали и думаете, что это так и было, так и надо. А хрен там, блин. Да, ну, как-то так, в двух словах. Ладно. У нас, кстати, насчет мусора, я поплачу налог, за этот налог меня вывозят био, за этот налог у меня вывозят желтые миски, то есть, это пластик и остатки. Резную, то есть, смесь как раз-таки вывозят, по-моему, два или четыре раза в год, остальное доплачивать надо. Да, поэтому я там пытаюсь это другими случаями. Ладно, хрен с ним, расскажу и про мусор. В Ами, допустим, я помню, когда я себе купил дом, да, последний дом я купил, по-моему, в 2004, но дело не в этом, и я там делал какой-то ремонтик. Вы не поверите, можно было все вытащить вот так перед домом поставить, мусор вывозили два раза, можно было там старый холодильник поставить, старый диван, это все равно все забирали и вывозили. Теперь мусор вывозят, я плачу больше, но мусор вывозят один раз в неделю вместо двух раз в неделю, да, и это самое, а плачу-то я больше. Мало того, они теперь сделали четкое разграничение. Вот то, что вам выдали в этот контейнер, если вот это вот свыше него, то это вы уже вывозите туда, где надо платить за, говорится, вывоз мусора и так дальше. Вот так вот корпорации в наглую берут и делают. И самое интересное, никакого... У вас пока государственная служба, у вас государственная? У нас пока это государственная служба, да, но в некоторых городах уже есть это продали приват. Ну, как я вот все больше и больше замечаю, все якобы государственные, на самом деле частные. Алло, здрасте, алло, 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 да, прерывается. Ладно, спасибо вам огромное. Вот. Заходите, будем дружить. У меня канал Russian USA Radio, по-английски наверняка говорите. Вот, сможете запомнить. Не говорю, к сожалению. Но запомнить Russian сможете, USA сможете, радио как радио, Russian USA Radio. У вас с YouTube все нормально? Да. просто сейчас в России большая проблема, народ приходится переподписывать на всякие другие ресурсы. радио 2 есть? Ну, 2, это, да, это, когда банят первый канал, потом выходишь на второй, но основной канал Russian USA Radio. Вот, можно с Russian USA Radio 2. Снизу синий такой, да? Да, да, это самое, можно с того канала перейти на тот канал, если что. Там, где 140 тысяч, это вот, это мой основной канал. Так что, передавайте всем привет. Это второй. Ну, 139 тысяч, да, значит, правильно. Я абонироваю сразу, чтобы было. Все, счастливенько вам, спасибо огромное. Пока-пока. Какой интересный человек. Ребят, я, опять-таки, целенаправленно ставлю иногда ролики, вот, именно так целенаправленно говорю, не потому, что я что-то не знаю, а больше для того, чтобы вы, честно говоря, те же ролики и сами посмотрели, и особенно дали это посмотреть молодежи, которая, вот, как-то, знаете, свято верит в какие-то хрустальные золотые замки Запада. Вот, пользуйтесь этим, пользуйтесь информацией, пользуйтесь моими роликами, я специально это делаю для вас, специально так постараюсь выстроить разговор, чтобы как можно было больше информации правдивой, реальной. Вот, как-то так в двух словах. Спасибо за внимание, спасибо за понимание, все те, кто поддерживает мой канал, вам огромное спасибо. Ссылки, по ссылкам, пожалуйста, еще раз прошу вас, мне очень-очень это помогает. Бай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...